Вести Карачаева, Черкесия Вестными органами Карачаевска завершено расследование уголовного дела в отношении брата и сестры и заула Верхняя Тиберда, обвиняемых в убийстве своей матери. И с 5 июля в Черкесске стартует всенародная акция «Стоп амброзия». Далее подробно. К осени этого года центральный парк в станице Сторожевой Зеленчукского района существенно преобразится. Значительные изменения видны уже сегодня. Здесь появились беговые дорожки, спортивные тренажеры и лавочки, уложена тротуарная плитка и асфальтобетонное покрытие. Идет завершение строительства парковой зоны, после чего здесь будут установлены освещения и урны. Несмотря на то, что участок находится в самом центре станицы, до начала работ по благоустройству трудно было назвать его парком. Теперь же, хотя работы еще ведутся, парк стал местом для прогулок, игр и занятий спортом. Здесь можно комфортно отдохнуть как детям, так и взрослым. Всего в юбилейном для нас 2022 году благоустроим 50 дворовых территорий и 13 общественных, написал в своем официальном телеграм-канале руководитель региона Рашид Тимрезов. А теперь об изменениях, которые ждут нас 1 июля. В поликлинику можно будет ходить без полиса ОМС. Для получения медицинской помощи не обязательно иметь при себе полис обязательного медицинского страхования. Достаточно просто предъявить паспорт. С сегодняшнего дня срок оформления паспорта не должен превышать 5 рабочих дней с момента приема документов органами МВД или МФЦ. Кроме того, с этого месяца граждане смогут встать на учет по месту пребывания или жительства в любом регистрационном органе в пределах муниципального района. Изменения коснутся и экскурсоводов, и гидов. Ими смогут встать только граждане страны, прошедшие специальную аттестацию. Требования о гражданстве не распространяются на инструкторов-проводников. За нарушение будет грозить административная ответственность. С 1 июля должники получили право сохранить прожиточный минимум и защитить свои доходы. Для этого потребуется написать заявление напрямую в кредитную организацию. Полная стоимость кредита теперь должна будет указываться с точностью до третьего знака после запятой. При составлении договора банки должны указывать минимальную гарантированную ставку на первой странице договора. А на портале госуслуги появится больший мир соцподдержки. Инвалиды, имеющие транспортные средства или их законные представители, смогут подать заявление о компенсации 50-процентной стоимости ОСАГО. Банк России ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 100 рублей. Она выполнена в современном дизайне и содержит усиленный защитный комплекс, аналогичный 200-рублевой купюре. Выпускаемая 100-рублевая банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны – фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На обратной стороне – Ржевский мемориал советскому солдату. Новые банкноты покрыты лаком, чтобы удлинить срок их службы на треть. И на них размещен QR-код, который ведет на сайт Банка России. В республике в этом году в рамках реализации нацпроекта здравоохранения запланированы работы по пяти медицинским учреждениям. В частности, будут построены две врачебные амбулатории в поселке Октябрьском Прикубанского района и Станицы Преградной у Рубского муниципального образования. А в ауле Верхний Учкулан Карачаевского района – Федшиско-Акушерский пункт. Начнется и капитальный ремонт в Тибердинской участковой больнице. Кроме того, сейчас в Малокарачаевской центральной районной больнице продолжается капитальный ремонт поликлиники. По словам исполняющего обязанности главного врача медучреждения Ислама Джаддоева, обновленное здание будет соответствовать всем современным требованиям. Будут комфортные зоны ожидания для пациентов. Также будут с обоих сторон благоустроены пандусы. Будет работать лифт, функционировать. Он был у нас, но он не функционировал, не работал. И для маломобильных граждан все будет теперь у нас доступно, более комфортно. Как мы же сообщали, для комфорта потребителей в Карачаево-Черкесе продолжает работу горячая линия по вопросам ценообразования. Республиканский Минпром уделяет особое внимание ценообразованию в магазинах республики, регулярно проводя мониторинг цен на продукты первой необходимости, в число которых входит несколько десятков товарных позиций. В случае, если вы столкнулись с ценами, которые, по вашему мнению, завышены, вы можете позвонить на горячую линию по номеру 280328. Она работает с 9 утра до 18 часов ежедневно и охватывает все населенные пункты региона. Рассказывает руководитель Департамента потребительского рынка услуг и лицензирования Министерства промышленности, энергетики и транспорта Арсен Бутякулов. Рабочая группа занимается мониторингом, то есть еженедельно мониторинг во всех районах, со всех районов, со всех городов. Принимается информация, сводится нашим министерствам. И сводная информация направляется в прокуратуру для дальнейших действий, выявления необоснованного повышения цен. По всем фактам нарушения по необоснованным завышенным ценам на социально-назначные товары, то есть можете обратиться в наше министерство промышленности и энергетики транспорта по номеру телефона 280328. За прошедшие 6 месяцев сотрудники Центра управления регионом обработали порядка 2000 сообщений, поступивших от жителей республики в социальных сетях. Среднее время ответа на обращения граждан через систему Incident Management составило 58 минут. Наиболее популярными темами, по которым люди обращались в соцсетях – ЖКХ, благоустройство, дороги, а также безопасность, газ и топливо. Статистика обращений среди муниципальных образований показала, что больше всего обращений поступило от жителей Черкеска. На втором месте – Карачаевск и на третьем – Зеленчукский район. Чаще всего жители республики обращаются через соцсеть ВКонтакте и Мессенджер Телеграм. Используется и площадка Одноклассники. Следственными органами Карачаевска завершено расследование уголовного дела в отношении брата и сестры из Аула Верхняя Тиберда, обвиняемых сразу по нескольким статьям. В зависимости от роли каждого, они в частности обвиняются в убийстве, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и пособничестве в убийстве. Следствием установлено, что вечером 28 апреля этого года в их семье между матерью и сыном произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой последний нанес в область шеи матери несколько ударов кухонным ножом. От полученных хранений женщина скончалась на месте происшествия. После убийства, с целью сокрытия следов совершенного преступления, обвиняемый и их несовершеннолетний брат, который не участвовал в убийстве, вынесли тело своей матери во двор и сожгли. При допросах злоумышленники полностью признали свою вину и дали подробные показания. Однако позже обвиняемый, находясь в следственном изоляторе, покончил жизнь самоубийством. Мошенники обещают прибыли и похищают у людей деньги. МВД по Карачаево-Чекесе напоминает, что не стоит доверяться незнакомым людям и звонкам с незнакомых номеров. Преступники регулярно предлагают клиентам брокерские или дилерские услуги, с помощью которых якобы можно приумножить свой капитал и осуществить высокодоходные инвестиции. При этом они не имеют лицензии на осуществление такой деятельности и к реальным брокерам или дилерам не имеют никакого отношения. Обмануть своих жертв преступникам удается, используя поддельные сайты и страницы, имитирующие интернет-порталы крупных легальных компаний. Чтобы вызвать доверие и возбудить азарт, мошенники на первоначальном этапе могут выплатить прибыль, якобы заработанную на бирже. Но это делается лишь для того, чтобы клиент вложил еще больше денег. Реальные брокерские или дилерские компании не просят перевести средства на карту третьего лица. Если вы выполните такой перевод, отозвать средства уже будет невозможно. Банки не возмещают ущерб, если потерпевший сам отправил деньги мошенникам или нарушил правила финансовой безопасности. То есть ввели полные данные карты в интернете, передали коды из СМС и так далее. Передвижная мобильная клиентская служба отделения Пенсионного фонда России по республике в этом месяце продолжит свою работу. Напомним, во время ее визитов граждане могут решить свои вопросы в пределах собственного населенного пункта. Мобильный офис на колесах ориентирован прежде всего на тех, кто не имеет возможности прийти или приехать в офис Пенсионного фонда по состоянию здоровья или в силу возраста, а также на жителя отдаленных сел и поселков республики. Автомобиль оснащен всем необходимым в работе с гражданами. Здесь можно подать документы на перерасчет пенсии, на установление компенсационной выплаты, переходы с одного вида пенсии на другой, изменение способа выплаты пенсии и иных социальных выплат, установление единовременной денежной выплаты, оформление ухода и многое другое. Итак, с 5 по 8 июля мобильный офис побывает в Адыгехабльском районе, Черкесске, Прикубанском и Зеленчукском муниципальных образованиях. Соответственно, далее 14 июля в Карачаевском районе, 15 числа в Малокарачаевском, 20 Хабесском, 21 в Карачаевске и 27 и 28 июля в Узжигутинском и Уропском муниципальных районах соответственно. В Черкесске с 5 по 21 июля пройдет ручной сбор амброзии, являющейся сильным аллергеном. В этот период в городе будут работать три пункта приема карантина растительности, в каждом из них за одно вырванное с корнем растение высотой не менее 15 сантиметров можно будет получить 30 копеек. Палатки с соответствующим логотипом будут установлены около лицея номер 15 по улице Даватора, в районе городского дворца культуры по Гутякулово 2-Б и на Первомайской 51 около здания ГТРК Карачаева-Черкесия. Они будут работать в будние дни с 15 до 17 часов. Последние два года из-за пандемии коронавируса ручной сбор амброзии в республиканской столице не проводился. Были организованы покосы и химическая обработка мест стихийного произрастания сорняка аллергена. В текущем году очаги карантинного растения, находящиеся за пределами жилого сектора, также будут обработаны специальными герпицидами. О сезон активности клещей и их профилактике. По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия регионального управления Роспотребнадзора, в настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений. И, тем не менее, по прежнему период активности насекомых. На сегодняшний день официально зарегистрированы 171 случай укуса клещей, 63 из которых дети до 14 лет. Пострадавшие – жители Черкеска, Прикубанского, Зеленчугского, Хабецкого, Карачавского, Ногайского, Малокарачавского, Усть-Джигутинского, Дгихабльского и Абазинского муниципальных образований. Республиканский Роспотребнадзор обращает внимание населения на необходимость соблюдения мер по профилактике присасывания клещей. Лето – щедрая пора овощей, фруктов, ягод и зелени. В это время года мы можем получить макро- и микроэлементы и витамины. Однако при несоблюдении элементарных норм гигиена, а также неправильном мытии ягод, овощей, фруктов и зелени, мы рискуем заразиться кишечными инфекциями и гельминтозами. Тему продолжит пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора Елена Покровская. В летний период актуальные вопросы качества пищевых продуктов. И на первый план, конечно, становится безопасность пищевых продуктов. Именно поэтому мы всегда говорим о том, что в летний период нужно неукоснительно соблюдать правила личной гигиены. Это в первую очередь мытье рук, это мытье фруктов, это правильная работа с детьми, обучение детей основам гигиены. Очень актуально употреблять пищевые продукты гарантированного качества. Для всех желающих шагнуть в мир цифровизации на портале Госуслуг по-прежнему работает проект «Цифровые профессии». Для жителей России старше 16 лет доступно порядка 100 курсов от аналитики и дизайна до программирования искусственного интеллекта. Чтобы записаться на курс на сайте проекта profidigitalgosuslugi.ru, выберите интересующую программу и заполните заявку. Государство может взять на себя до 100% стоимости курса в зависимости от льготной категории гражданина. По итогам обучения можно получить как квалификацию программиста, так и смежную цифровую профессию, востребованную при формировании IT-команд. Если судить по органам исполнительной власти, по муниципалитетам Карачао-Черкесской республики, в каждом органе власти и в муниципалитете есть человек, который ответственен за цифровое развитие. Этот человек, уровень на сегодняшний день заместителя руководителя органов власти или муниципалитета, проходит обучение при поддержке Министерства цифрового развития Российской Федерации на различных образовательных площадках. Это Иннополис, это Ранхикс и ряд других. То есть стоит понимать, что цифровое развитие, цифра на сегодняшний день какое-то ведущее такое положение занимает. Коль в каждом ведомстве определен человек, который ведет и курирует данную деятельность. У нас в республике очень востребованы ребята с цифровыми профессиями, это IT-шники, программисты. И я с уверенностью могу сказать, что ребята, у которых есть отличные результаты в этой деятельности, они всегда найдут себе работу. Как мы уже сообщали, студентка Института филологии Карачаево-Чрекецкого госуниверситета имени Умара Алиева Алина Салпагарова стала победителем всероссийского студенческого турнира «Лукритев бизнес АДИАС». Организатор мероприятия «Высшая школа социально-гуманитарных наук Российского экономического университета имени Плеханова». Целью конкурса является интеграция студенческого сообщества в глобальную социально-экономическую систему бизнес-среду, в которой конкурентное преимущество имеют специалисты, способные генерировать и воплощать в жизнь оригинальные креативные идеи. На очном этапе конкурса участники представили проекты уникального продукта, собственного изобретения или перспективной бизнес-идеи. Алина представила проект, который был посвящен экологичным автомобилям. Она предложила использовать процесс пиролиза для превращения отходов жизнедеятельности человека в энергию для автомобиля. Это, в принципе, обычная машина. Любой вид транспорта, неважно, легковая машина, самолеты, возможно, даже ракеты в будущем. Выглядят они обычно, просто единственное отличие в том, что в них встроено вот это вот приспособление, которое помогает, собственно, и перерабатывать любой вид пластика в топливом. То есть процесс называется пиролиз. К примеру, вы можете вставить любую пластиковую бутылку в горловину. Далее она попадает в это устройство, перерабатывается и уже, собственно, в бензобак. В Черкесске прошел интеллектуальный квест для молодежи «Россия молодая», в котором приняли участие 50 студентов среднепрофессиональных образований и вузов в республиканской столице. Молодежь региона в командной игре поборолась за звание лучшего знатока истории. Ребята прошли станции с увлекательными заданиями об основных направлениях молодежной политики. Они были зашифрованы на специальной карте, поэтому участникам приходилось находить их по наводкам. В республиканской столице прошел региональный этап конкурса детских рисунков на асфальте «Мама, папа, я – здоровая семья», посвященный Международному дню борьбы с наркозависимостью в молодежной среде. 18 детей, победители муниципальных этапов конкурса, украсили двор гимназии номер 16 красивыми тематическими рисунками. Курорт «Архыз» примет серию всероссийских соревнований по маутинбайку и трейлраннингу. Уже в эти выходные здесь стартует фестиваль горного бега. Различные состязания запланированы на август и сентябрь, рассказала пресс-секретарь акционерного общества «Кавказ-РФ» Татьяна Поздеева. В течение лета курорт «Архыз» примет несколько всероссийских соревнований по горному бегу и маутинбайку. Первые пройдут уже в эти выходные. С 1 по 3 июля на фестивале «Архыз Ран» пройдут забеги трейлраннеров. Приглашаем всех присоединиться к большому спортивному празднику. Ожидаем больше тысячи участников. И по опыту прошлого года могу сказать, что должно быть зрелищно и атмосферно. Дистанции пройдут по южному склону курорта и через массив горы София, и через ее водопады, озера. И в том числе одна дистанция подготовлена по территории Тибердинского парка. Осенью пройдет еще одна серия забегов с 23 по 25 сентября. Там спортсменов будут ждать тропу по южным склонам хребта Бешира-Хуба и горные озера в его северной части. А в августе курорт примет чемпионат и Кубок России по маутинбайку. «Архыз» соберет сильнейших спортсменов страны в дисциплине «Скоростной спуск». Ну и последняя информация. В эти дни в Каспийске Дагестана проходит первенство Северокавказского федерального округа по пляжному волейболу. Нашу республику представляют две пары девушек в двух возрастных категориях. Пара 2008 года рождения Мадина Дышекова и Алена Криштофович прошла весь турнир без поражений и стала золотым призером, тем самым обеспечивая себе путевку на финал первенства России, который состоится в августе этого года в Анапе. Второй паре только предстоят игры. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность и местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 20-25 метров в секунду. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. В горах до плюс 18. В Черкесии кратковременный дождь, гроза. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 27. И штормовое предупреждение. Сегодня по Республике местами ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 20-25 метров в секунду. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах сход сели малого объема. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова